Так, начнём визитку давай, так, а вот визитка русская, так, сейчас, у меня пока ещё много, ещё, так, все хорошо, молодец, знаешь, Знаешь, такое чувство, вот мне надо ложиться в 40 секунд, я значит все выучила, я молодец, я значит из пулемета, вся хорошая информация, да, ну давай мы ее переснимем немножечко, почему, первое, вот видишь молоко над головой, да, вот это вот расстояние, видишь, я сейчас показываю, это называется молоко, давай мы его лучше, чтобы у нас не было вот этого молока, да, мы его вниз чуть-чуть опустим, это первое, второе, ты снимала визитку вечером, правильно я понимаю? Ну да, я вечером, у меня, ну у меня днем не будет, ну короче, у меня вот дома. Ничего страшного, смотри, если ты снимаешь вечером, то прям собери все лампы в доме и попробуй поставить, чтобы они светили на твое лицо, вот сейчас вот у меня вот лампа, видишь? Лар, смотри, у меня, смотри, какая сейчас ситуация, у меня дома просто, как бы сейчас сезон и родители, они бывают иногда уезжают в село, сейчас вот как раз сезон такой, что вот холодно, они постоянно дома, я-то постоянно вот движула по квартире, постоянно туда-сюда, туда-сюда, это при привлечении, просто, ну я пытаюсь что-то сделать, сосредоточиться, вот только ночью, там, я не знаю, когда они уляжутся, я что-то пытаюсь сделать, но у меня есть еще другой вариант, у меня есть знакомая девочка, которая занимается, ну начинающий такой любительский фотограф, я к ней ходила, просто у нее там имитация фотостудии, у нее вот эти вот штуки, я думаю, если я вот смогу, ну вот, мне главное вот эту идею усвоить, понять, то есть если я когда смогу сделать качественно вот свой комплект вот этих видяшек всех, я к ней вот нагряну со своей аппаратурой и с ее вот этой вот подсветкой полностью, и я это все как бы, ну передела, ну я не знаю, пока по-другому не получится просто. Если, ну вот дома у меня, правда, ну реально сложно. Умничка, умничка, молодец, молодец. Что, капец. В общем, смотри, убираем молоко над головой, когда будешь снимать, да, попроси, чтобы она у тебя убрала молоко над головой, это первое. Второе, если молоко убирается, то, соответственно, тут немножко побольше будет у тебя, ниже чуть-чуть надо тебя спустить. Вот, и не, все выучила, все, молодец, все с этим, да? Ну, с 35-го разу не поддался. Пусть твоя визитка будет минута, ничего страшного, только ты-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды, из пулемета не надо. Хорошо? Я поняла, скорость немножко поменьше и убрать сверху. Вот мне самый важный вот этот вот ключевой момент, на что обратить внимание, отметить, чтобы переделать, ну как бы более качественно. Значит, такая вот. Базовую йогу не сначала ставь, поставь ее в конец. Она прямо вот слух режет немножечко. Хорошо, окей. То есть начни с вокала, потом языки. Хорошо. Второе, уменьшить скорость. Но у меня по натуре такой говор быстрый, и вот, ну, я реально, я там вот как включилась, и, короче, меня понесло. Но это надо, это мне надо отдельно поработать над скоростью, как бы речь, это отдельный навык для меня. Нет, 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 просто-напросто смотри, не тяни, как тебе сказать, не старайся уложиться во времени, тут одна проблема, ты как бы пыталась за 40 секунд все уложиться. Нет, именно я поэтому говорю, что нет, это у меня просто такая натура, я если начинаю трещать, то я без остановки, вот, пулеметом. Это моя, это просто, я же говорю, мне надо отдельно вырабатывать размеренную речь. И я, или я начинаю тупить, вот, зависать, вот, там, типа, мне надо этот ручьё, этот, ручьё, этот, ручьёк, или как, там, русалку читать, чтоб не тупить. Потому что если я, вот, у меня контрасты вот эти вот постоянные, настроение, везде, вот, всё. То есть или очень быстро, или медленно я начинаю, короче, ну, тупить. Ну, очень такое. Надо работать над этим. Я всё это обязательно обращаю на это внимание, спасибо большое за это. Так, мне нравится уже твоя визитка, картинку вижу. Смотрим-ка на визитку в персонажи, хорошо, Оль? Да-да, я молчу. Смотрим-ка на визитку. Да-да. Да-да. Да. Да. Молодчинка, 5 баллов, даже здесь, я не поняла, ты там сказала? Есть там все, по-моему, или нет, по-моему. Нет, 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 здесь не сказала, да. Ну я, там она и так длинная, конечно, получилась, и там уже, ну, персонажа. Нет, нет, она хорошо, 59 минут, ты Молодчинка, Дюгинь, молодец, умница, мне так понравилась, молодец. У меня вопрос, могу я эту визитку у тебя скачать с Ютуба и выложить на своем Ютубе? А, хорошо, но там есть доступ по ссылке, я не знаю, получится скачать, я могу просто отдельное видео прислать, или дать доступ. Ну посмотрим, если не скачается, я пришлю, хорошо. Хорошо, благодарю, молодец. Все, визитка в персонажа, ты у меня сделала гениально. Нет, а ты говоришь, я там не сказала, типа, опыт или есть, и там дополнительный навык, там, по-моему, ну, там не полный текст, там просто как-то там по-другому. А там уже, знаешь, даже, мне кажется, все равно, вот эту вот визитку можно на какой-нибудь вот персонаж Хабалки отослать вполне, почему нет. Так, давай теперь хочу посмотреть Гишу. О, давай. Спасибо. Спасибо. Будем считать зачет. Я ждала, когда же этот веер сработает у нас. А что не так? Давай, может быть, ну, если обратить внимание. Если обратить внимание, смотри, мы разобрали, там у нас Гиша была по два такта и действия, правильно? Вот так, где, сейчас, подожди, сейчас я в контакт зайду, мы где-то, по-моему, в контакте разбирали, да, с тобой по такту и действиям? Я не помню, сейчас я гляну у себя в своих записах. Вот, я тоже смотрю. А что, а, там с оптальтами действиям что-то не так? Так, смотри, у нас, сейчас я, сейчас, где у меня, сонет о любви, сказочных плюс сонет. Гейша, тут, по-моему, у нас с тобой нет. Яна Захара, я тебе, а, вот, помни, Чилу, да, мы с тобой, значит, помни, Чилу, Гейша не куртизанки, не жены, мы продаем свое искусство, а не тело, мы создаем иной потаенный мир, где царствует красота. На что у нас этот такт был направлен, Оль, напомни мне, пожалуйста. Так, я вот сейчас не вижу, ну, типа, показать ценности, там, искусство, что-то такое. И второй такт, само искусство. То есть, этот второй такт у нас был направлен на то, чтобы человек понял, что такое профессия вообще, Гейша, правильно? А первый такт мы добивались того, чтобы человек... Мы тут сравнивали. Я, я ведь не помню. Всех нигде нет? Слушай, у меня где-то, нет, где-то есть, нигде, вот, нет, а, подожди, мы здесь не писали эти, так, те действия, а в файлах надо найти, что у меня какой-то такой... Да вот смотри, если мы берем с тобой, допустим, что я, я хочу добиться от тебя, чтобы ты начала лучше работать, да? Давай, вот, возьмем немножко такую меркантильную цель, да, ну, в самом деле, я хочу больше получать бабла. Для этого мне надо, чтобы ты поняла, что вообще, что гейши по статусу намного выше, да, чем куртизанки и жены. Добиться того, чтобы ты поняла, что они по статусу выше. И второе, чтобы ты поняла, вообще, профессия гейша. Это первый такт, отпомни до чего, до тела. То, где старствует красота, мы с тобой разбирали на два такт. И тогда получается, если я хочу сделать тебе сравнение, то мы можем здесь немножко сделать в жесткой форме. Мы можем с ней не сюсюкаться, а вот во втором такте мы можем с ней сюсюкаться, потому что гейша, это же произведение искусства. Ты это примешь внутрь себя. И вот если ты примешь вот это все внутрь себя, если ты сама для себя разжуешь, что такое слово гейша? Тогда может быть, подожди, тогда может быть, первый такт, помни тело, а второй уже идет красота, и там уже мягче. Да, так, да. Там идет сравнение у тебя, ты сравниваешь. Да, первое до тела, мы сравниваем, а потом уже создаем вот этот вот, ну, вот этот образ красоты, там вот этого всего, да. Патеринский мир, это второй, правильно? Да. И тогда у тебя получается, что вот очень важная первая строчка. Помни чье? Гейши, не куртизанки и не жены. Понимаешь, вот куртизанки и жены, они ниже немного. Мы продаем свое искусство, а не тело. Да, если жены и куртизанки продают свое тело, мы продаем искусство. Мы создаем иной потаенный мир. И царство. Красота. Понимаешь, насладись вот этим. Насладись вот этим, что мы создаем иной потаенный мир. Никто не создает, ни куртизанки, ни жены этого не создают, потому что жены они могут пилить, жены они могут ругаться. А мы, мы создаем туда, куда мужчина хочет приходить снова и снова, понимаешь? А может быть даже вот этот, вот этот так, может вот это действие направить, что мы создаем то, куда мужчина хочет приходить. Вот. Напиши прямо вот это действие. Мы создаем, заставить тебя понять, что мы создаем тот мир, куда мужчина хочет приходить. Вот. Вот. Вот это так. Заставить тебя понять, что мы создаем тот мир, куда мужчина хочет приходить. Молодцы. Отлично мы с тобой сделали. и теперь значит и потом он хочет приходить почему потому что из себя надо создать вот тут можно даже секс включить пусть она даже возбудиться все я гейша иной потаенный мир поняла да немножко но я все равно еще не до конца чувства больше как бы раскрываем дальше у нас сказочник что такое визит карт один визит карт визитка English так ну-ка давай визитку на английском тогда сначала там она огромная но так получилось это тоже так подожди нет нет там да там она без hello ну это такое я потом объясню смотри дело в том что у меня получается такой прикол я еще хочу научиться со своей камерой общаться потому что там почему-то первые пять секунд оно само как-то затухает я не знаю как это и последние пять секунд я не знаю почему или даже не пять секунд две-три секунды то есть я включаю буквально я даже через секунду там пока еще отойду от камеры начинаю говорить и все равно получается первые слова пропадают то есть надо пару секунд подождать а потом уже входить в образы там начинать кричать махать руками то есть это надо отработать но пока я просто оставила как есть думаю я потом как бы с этим берусь и к этому привыкну у меня также на камере поэтому я отчитываю раз два три четыре пять и только потом начинаю да я же говорю к этому надо привыкнуть поэтому я пока оставила как есть именно ну просто как базовая ну это тестовая версия там как бы с замечанием и со всем и потом уже дальше разберемся так так Продолжение следует... Смотри, молодец, умничка, визитка на английском языке, кстати, она медленно, нормально получилась. А у тебя футболки коричневого цвета, да, который ты снималась? Смотри, там есть одна кофта, есть синяя, вот я отдельно специально, там где русская версия, первая визитка, посмотри, точно то же самое, что ты смотрела, но только там идет в синей кофте. Ну, получается, вероятно, что освещения не хватает, она просто вообще слилась в одно... Нет, первая версия ниже, визитка РУС-1. Да, и вот я на нее смотрю, она тоже коричневая кофта. Нет, нет, это визитка РУС-2, ниже, другая. Это написано... И там получается вообще сплошное бревно синего цвета, поэтому я взяла светлую кофту. Да, получилось даже черного цвета, а не синего. Ну, это из-за освещения, она такая темно-синяя, как бы, ну, такая... Смотри, никогда не вставая близко к стене, все равно отходи несколько, ну, хотя бы немножко, шаг один от стены. Хорошо? Да. Ну, у меня тоже, как помещение, я уже камеру максимально к дивану подвинула, и, как бы, сама к стене просто, чтобы это... Ну, я буду учитывать это все. Ага, какие-то... Смотри, кофта очень... Вырез вот здесь у кофты хороший, если у коричневой кофты очень низкий вырез, не надо, надо убирать. И тут, по идее, у тебя, смотри, что хорошо, она, как бы, твою фигуру скрывает. Здесь уже и грудь не такая большая смотрится, да. Вот этот цвет, он, в принципе, хороший, только почему-то странно, почему он не синим, а черным смотрится цвет. Ну, это я же говорю, это из-за освещения, во-первых, а во-вторых, вот я говорю, ну, у меня показалось вообще каким-то сплошным бревном, поэтому я решила переснять уже только более светлый. Нет, вот это лучше. Вырез, значит, вырез, да, хорошо, я не знала даже, на самом деле, насколько он должен быть глубокий. Вот это вот лучше. Ну, то есть, если будешь снимать визитку у той девушки, которая занимается фотографиями, то лучше всего вот это вот одевай, ладно? Да, визитка лучше. Ага, хорошая вещь. Так, дальше поехали, сказочник я хотела дальше посмотреть. Ну-ка. Всю ночь в огромном доме светилось одно окно. Ну-ка. Смотри, вот запомни, да, я уже, по-моему, об этом говорила, однажды вдруг шок. Вот эти вот все слова мы делаем обязательно однажды, с паузой. Тут даже можно поставить две цезурочки. Какой-то злой человек. То есть зритель, понимаешь, они привыкают, вот если сказать шок и сделать паузу, они сразу напрягутся. Или, внимание, человек сразу напрягается, потому что, знаете, что сейчас будет какая-то информация. Только вопрос в том, какая, да, однажды, ну, обычно уже, как бы, человек немножко на негатив такой начинает, что сейчас что-то скажет, такое неприятное обычно. Ну, и, по идее, так и получается. Вот однажды какой-то злой человек... И, по идее, так и получается. Ну, вот у меня девочка одна есть, я как-то, я ее историю даже рассказала, может быть, ей, ее ситуацию как-то, ну, она, она, ну, как-то ее историю ее жизни, вот, ну, я не знаю, ну, как-то так, вот, я прочувствовала, спроектировала на этот рассказ. Угу. Мне концовка понравилась. Угу. Потому что сказок людям живется трудно. В принципе, нормально, единственное, что тут, ну, хочется где-то паузы, что ли, я бы так сказала. Я не знаю, там ее надо делать, там сильно какой-то заряженной, эмоциональной, она какая-то такая размеренная получилась, но для меня важно было, что я все-таки нашла эту историю и смогла ее спроецировать на эти слова, то есть я старалась каждое слово именно вот смыслом этой истории зарядить, то есть, ну, я не знаю, насколько это обычно, а если, смотри, Оль, а если я попрошу тебя переснять эту новеллу, но попробовать так, как будто вот ты сидишь на кухне и вот рассказываешь ей просто вот эту вот историю, то есть не торопясь, размеренно, вот как бы ты в жизни бы ей это передала, ты мне сможешь сделать такой вариант? С кухней трудно, у меня, слава богу за души, есть своя комната. Смотри, ты даже можешь это сидя сделать, то есть вот прямо сидеть за столом, да, можешь даже чай себе сделать, приготовить. Да нет, у меня стола, у меня вон диван такой. Хорошо, сесть на диван, сесть на диван, облокотиться, там, я не знаю, подушку подложить, вот поставить ее напротив и попробовать вот просто ей рассказать эту историю. Вот попробуешь? Посадить ее напротив и рассказать ей эту историю. Ну, попробую, хорошо. Еще плюсом, когда будешь рассказывать, то есть не торопись. А здесь я тоже тороплюсь. Как-то, так хотелось паузу. Просто в некоторых местах, ну, хорошо. Вот просто не торопись, вот, вот, просто вот порассуждай сама с собой. Хорошо, окей, да. Отлично. Просто посмотрим, разница в чем у нас с тобой будет. А, это визитка русская, мы уже это смотрели. Визитка русская 2. А, вот, Сонетка. Ой, что ты с собой сделала, Солнце? Ты здесь такая красивая. Ты, по-моему, здесь и голову помыла, подкрасилась, да? До сих пор я была с ним и ты голову. Не, оно так, да, типа, вы что, ну, моя прическа, да нет, голову помыла. А, так они у меня упали. Ну, я с этой стрелки навела. Там у Гейш, кстати, тоже вот эти вот круги под глаза. Они просто в камере очень, ну, классно видно. Я вообще, конечно, не пользуюсь таким макияжем. Но вот здесь, да, я немножко вот верхнего века выделила. Вот. А в Гейше вообще там полностью круг сделала, такие стрелки выводящиеся. И, короче, ну, на камере оно все равно слилось, и оно получается просто, ну, как бы выразительное. Да, я видела. Вот смотри, здесь вот, обрати внимание, здесь такая женственная. У тебя вот это вот прям вот так хорошо, вот свет этой футболки такой хороший. Вот это вот шея, вот это вот, ты чуть-чуть подкрасилась, и ты такая красивая сейчас просто. Так, да. Так, да, было у меня про любовь, ё-моё. Давай посмотрим. Это экстонентно. Ага, всё хорошо, отлично, мне нравится. Существо одно и поставила вниз точку, да? Русалка плыла, мы ставим точку только на конце. А так мне всё остальное пока нравится. Пусть нас в любви одна связует нить. Мы вверх поднимаем интенсионно. Открыто узнавать, немножко кверху. У нас с концовкой с тобой проблема, а так молодец. Эмоционально мне всё нравится. 10 баллов. Молодец. Эмоционально? Красавица. Прям, боже мой, 10. Нет, эмоционально ты очень хорошо прочитала. Поэтому русалку мы поём прямо каждый день. У меня звукал, кстати, тоже. Вот это тоже. Я и до конца. Мне надо это отрабатывать, отрабатывать, отрабатывать. Да, я тоже, я на последний, на конце строчки сливаюсь. Вот это мне надо, это у меня. Давай мы немножко с тобой сделаем одно упражнение, попробуем. Запиши пока себе. Ещё. Принесим к русалке, к нашей замечательной. Сейчас и русалку попроём. Давай попробуем. Мам, мёду нам, мёду нам, мам. Мам, мёду нам, мёду нам, мам. Теперь смотри, попробуем вот так вот сделать. Животом набираем воздух и делаем так. Мам, мёду нам, мёду нам, мам. Вытягиваем полностью воздух из себя. То есть тут самое главное животом. Правильно будешь делать, у тебя верхняя губа должна чесаться. Поняла? Сейчас попробуем эту, потом русалку пропоём. Давай попробуем. Готово? Да, шаманский губ получается. Так, поехали, набираем воздух в животом. Мам, мёду нам, мёду нам. Я тебя не слышу, Оль. Отчего? Я не знаю, я пою. Я тебя не слышу. Поехали ещё раз. Три-четыре. Мам, мёду нам, мёду нам, мёду нам. Да, кричать. Поехали. Низко? Вот я тебя сейчас слышу. Пошли. Мам, мёду нам, мёду нам, мёду нам, ма-м-м-м-м. Чесалась губка верхняя? Если правильно воздух на неё направлять, то да. Теперь поехали, русалка. Где-то есть она у тебя сейчас? Да, конечно. Тогда поехали. Три-четыре. Русалка плыла по реке голубой, Озаряема полной луной, И пела русалка, И звук её слов Летал до крупных берегов. Давай теперь сама, русалка. Кстати, у меня после видео, я когда снимаю, У меня такое ощущение, что я стометровку пробежала. Я рассказала, было, что она такая, У меня такая, короче, колотун внутри, Я дыхаю, Я сижу, короче, Я реально, я не... Потому что ты энергетически же тоже работаешь. Ты тоже затрачиваешь свой ресурс, поэтому... Я вообще, я в таком шуте, я падаю просто. Я ладно песню, я там, полю, национально, Там где-то с криками, там, с громкими этими. А это просто же рассказываю. И такая, я рассказывала, такая... Потому что это работа. Актёр же... Поэтому актёры устают на съёмочной площадке. Ну что, поехали, русалка? Русалка плывла по реке голубой, Озаряема полной луной, И пела русалка, И звук её слов долетал До крутых берегов. Молодец, берегов. Молодец, берегов. Поём теперь всё время, каждый раз. Договорились? Договорились? Надо привыкнуть. Так. Теперь поехали. В общем, эмоционально мне сонет понравился. Теперь бы ещё вот его словесно отработать, И тебе вообще цены не будет. Так. Ай, твою эмоцию я думаю. Вообще, присмотрим гупёшек. О, гупёшки там жесть вообще. Там понесу. Смотри, эмоциональный посыл, Давай мы его оставим. Он очень хороший, Ну а теперь опять у нас проблема Такты и действия. Я всё время говорю, Нельзя монолог читать на одной ноте, Понимаешь? Ну нельзя. Мы с тобой его разбирали по тактам и действиям? Я, не, вот как-то я не могу найти. Я не знаю, у меня нету ни картизанки, Нет, они есть ещё, ни гупёшки у меня не расписаны. Может где-то есть, но я пока не вижу. Смотри, эмоциональный посыл хороший. Хороший? А я вот переживала, Что там вот какая-то она такая, Как типа, Я вас с собой, суки, поубиваю. Блин, вы меня так достали. Вот и пусть она их поубивает, понимаешь? А мы же доказываем здесь, Что хватит, То есть мы доказываем, Чтоб человек, Какой ты, Для чего ты вообще героем будешь, дебил? Ну вот я же говорю, У меня нету вот этого, То, что надо было там, Типа, что я там за них переживаю. Ну я вот пыталась это найти, У меня не получалось. Но вот ненависть вылила на них конкретно. Я такая, блин, Я не взяла, Была же капец. А когда человек выкидывает ненависть, Значит он нуждается в любви. Понимаешь? Нуждается. А мне же надо было сыграть, Что я о них, типа, заботюсь. Или не надо было? Нет. Все правильно. Ты о них заботишься. Об этих дурах. Можно таким образом, да, Заботиться? Можно. Красиво заботиться. Но не получается. Нет. Здесь очень хороший посыл. Но еще раз повторяю. Здесь очень хороший у тебя посыл. Но еще раз повторяю. Мы не имеем права, Любой монолог, Мы не имеем права. Диалог, помнишь, ты записывала? Я. Как ты его хорошо записала? Ведь ты сначала была там в грусти, В печали, В себе тебе плохо было. А вот последняя-то ты как на нее начала наезжать? Там бы сюжет просто была. Здесь она идет, Здесь такое сплошное. Но надо подумать. Можно, конечно, Скажи, что сейчас. Оль, сейчас перезвоню. Ладно, буквально через минут 10. Ага. Через 10 минут? Ну, хорошо. Да нет, нет. Это я не тебе. Вот. Это я не тебе. Вот. А тут-то то же самое. Мы же разбирали. И сценическую задачу мы с тобой разобрали. И такты действия мы с тобой разобрали. Что ты хочешь каждым тактом добиться, понимаешь? Вот сначала, что герои эти, Когда умирают, что? А кроме них остается, а? Вот ты прямо спроси их вот этим. Ну, что кроме палка и червяки в земле? А для нашей песни сначала что? Нет. Я сказала, я сказала, А знаешь, герои ваши кто? Да они, да ничего, кроме них не останется, Кроме этом червяковой этой палки, звездочке на палку. Вот смотри, вот смотри, что ты сейчас делала. Ведь ты сейчас, ты ведь ты сейчас спокойно, То есть ты сначала спросила, А потом ведь ты спокойно сказала, Что кроме них остается, понимаешь? Ты поменяла, у тебя пошел окрас роли. То есть можно так, хорошо, я понял. Это не можно, а нужно. Не бывает. Да, конечно, хорошо. А эмоциональный посылок? Что у меня в Санэке понравилось? Мы, по крайней мере, добились вот этого результата, да? Что вот здесь вот ты молодец. Да, спасибо. Так, дальше. Все, по-моему, мы посмотрели сказочки. Ой, у меня сегодня победа будет, мама дорогая. Вот. Мы с тобой встречаемся в следующий раз, получается, в пятницу. 14.00, правильно? Да. Так, твои сегодня, Оль, победы. Где-то у меня. Я как раз об этом и говорила, Что у меня сегодня побед целый флагон и маленькая тережка. А медаль у вас не выдают? Единственное, что я тебе дам, это сертификат. Я тебе отправлю на Украину. Сегодня отправила, пострадавшись на первый раз, я отправила в Уругвай, в Монте-Вдео. А вот такой он физический, что ли? Сейчас тебе покажу сертификат. Сейчас, подожди пять секунд. Сейчас тебе покажу сертификат, который я отправила сегодня. Ой, у меня мальчик с Уругвая писал. Вот такой вот будет у тебя сертификат на русском и на английском языке. Я справа и слева напишу. Светлана, а можно мне покрупнее экран? Не-не-не, там меня поменять местами, меня убрать, а сделать крупнее экран, потому что меня много... Я не знаю, как это делать. Не-не-не, ну, убрать, что нельзя, меня убрать. Ну, демонстра... А, во, во. А, нет, все равно, я сейчас демонстрацию экрана выключила, но все равно у меня не получается. Не, я выключила, и было нормально, чего? Вот, в общем, вот такой сертификат, там будет и на русском, и на английском написано твое имя, я тебе... Там печать будет еще стоять поставлю, и я тебе его отправлю на Украину, а сегодня я в Уругвай отправила. Там написано, что сертификат придет в течение шести месяцев. Представляешь, человек, сколько будет ждать? Шесть месяцев. Ну, девочки... Я делаю электронный, такой, как у меня, это на институте реанимационной. Так что, в общем, в принципе, у тебя будет твой сертификат. Медаль я тебе не смогу выдать, но сертификат я тебе смогу выдать. И у нас сегодня реально, у тебя переломный момент случился, да, но мы всегда до этого доходим обычно. У людей иногда бывает такое, что... Все, они будут ничем больше заниматься актерским мастерством. Вот если этот момент перее... Не, 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 я так не говорила. Нет, не говорила. Я наоборот, я чувствую с каждым разом, я вообще, я еще больше... Вот ты мне так заряжаешь, Лара, я тебе передать не могу. Вот особенно последнее. Вот, вот, полный экран, вот сейчас видно хорошо. Там, вот это, я же говорю, меня что прорвало на этих глупешек? Потому что мы последним вот это вот поговорили, а все такой посыл пошел, потоком. И у меня такая, ах, блин, вот эта тема такая больная. И я ее давай, короче, в это сам выложила, все. Потом, ну, в общем, много тут, короче, свои домашние эти приключения и внутренние процессы, и все вместе. И, короче, ну, я реально мне, ну, вот мне нравится, очень нравится. Я же говорю, знаете, я сижу, я до ночи сижу, вот это вот, эти видео снимаю и переснимаю, и очень много дублей, и очень много всего я снимаю, снимаю, там, десятками их удаляю, потом последнее вот это вот оставляю, пока слова учу, я прямо на камеру учу слова. Я сначала читаю, подсматриваю, взбиваюсь, пересматриваю до конца, там, повторяю, убираю, потом заново, короче, и все, ну, у меня много получается этих, но это сам, вот, дублей, ну, как бы я вот прямо в процессе, в процессе, в процессе, вот. Мне очень нравится, правда, я тебе очень сильно благодарна за этот опыт, потому что, ну, я, я знала, я же говорю, я уже полгода назад знала, потому что я хочу на этом курсе учиться, и что он мне нужен, прямо вот капец, как можно. Теперь смотри, у нас сейчас, я тебе запиши, пожалуйста, домашнее задание, у нас следующий урок, условно назовем его корреспондент. То есть смотри, твоя задача будет до пятницы проанализировать работу корреспондентов, проанализировать работу, посмотри обязательно, работу Лисяну Тяшевой в танцах на ТНТ, только где она работает за кулисами. То есть следующий урок, ты мне будешь его преподавать, не я, а ты мне. Твоя задача найти то, что цепляет, именно цепляет, как тебе сказать, я вот тут даже, именно цепляет тебя, вот тебе нравится. Можешь посмотреть, если ты хорошо понимаешь на английском, можешь посмотреть там корреспондентов на английском языке, да, вот что они используют, какие фишки, может быть, как они одеваются, какие акценты используют в своей работе. Значит, твоя задача будет снять еще какую-нибудь новость, пиши до пятницы какую-нибудь новость небольшую, да. Но тут страшного ничего нет, мы просто, то есть ты сначала проанализируй. Можешь проанализировать работу Паши Воли, да, когда он именно ведущим работает. Корреспондентов посмотри, новостников посмотри. И я тебе скину, сейчас, Санет Шекспира, ой, так, Санет Шекспира не тебе, надо скинуть. Я тебе сейчас скину работу одной с Екатеринбурга. Девочка брала интервью у ЛП, знаешь такую певицу ЛП? Вот, представляешь, девочка в Екатеринбурге, то есть это не Москва, это центр России. И ЛП это звезда, значит, скажем-то, от мирового масштаба, и она брала у нее интервью. Вот я хочу, чтобы ты тоже ее посмотрела и тоже ее проанализировала, как она это сделала интересно. То есть твоя задача найти те фишки, которыми бы ты сама воспользовалась для того, чтобы твое интервью или твою новость было бы интересно смотреть. А что тут еще раз посмотреть, проанализировать, и что цепляет, и что-то еще было сказано, или я? Подожди, интервью, чтобы не забыть, тебе скинуть это. Значит, смотри, чем берет ведущий, допустим, или чем берет корреспондент? Посмотри по поводу этой внимательной работы Лисяну Тяшевой. Она, скажем так, знаешь, ну, это школа тоже Паши Воли, скорее всего, да, потому что она очень много говорит акцентами. Вот посмотри, что она использует, чем она цепляет именно тебя, или наоборот, чем она тебе именно не понравилась. Там опять посмотри, выпиши. Потом посмотрела там, допустим, интервью вот с ЛП. Что тебе понравилось? Какие вопросы понравились? Как себя там, допустим, вела интервью журналистка, да, прямо записала? Куда там, допустим, что она использовала в своем интервью, что тебя зацепило именно? Дальше новости смотришь. С чего начинаются новости, да? Как преподают, допустим, новости, те же самые, когда плохие новости, когда человек говорит хорошие новости, да? Вот с чего они, может, начинают, что тебя зацепило? Может, зацепило что-то в одежде? Может, зацепило что-то в произношении? Потом посмотри... Новости не цепляют, я их не смотрю вообще. Ну, тут для работы как бы, может, не смотреть в принципе. Потом посмотри, там, допустим, интервью какое-нибудь со звездами, да? Вот это, может, у вас там на Украине есть какой-то там знаменитый... Мне очень нравится, вот тот цепляет, вот этот красава, я его обожаю. Дай посмотри и пропиши, что именно цепляет. Вот ты собрала всю эту информацию, которую ты мне расскажешь. И прямо начнется урок с того, что ты мне его проводишь. Именно ты, не я, а ты. И затем ты мне показываешь, Лара, вот я все это посмотрела, да? И вот я делаю... Кошка родила, как вчера котят. Котята выросли немножко, а есть, избьются, не хотят. То есть любую новость сама твою придумываешь. Вот, и мне ее скидываешь. Мы смотрим, анализируем. Затем я подправляю тебя, говорю, какие фишки лучше всего использовать. И мы с тобой затем уже следующим домашним заданием у тебя будут снять новость и снять интервью. То есть ты прямо будешь работать с интервью. Когда будешь снимать новость, возьми что-то в руки вместо микрофона. Да, но у меня есть дома микрофон? Я есть микрофон. Супер, супер. Прямо используй микрофон. Самый настоящий микрофон. Молодец, молодец. И интервью тогда ты тоже сможешь снять с микрофоном. Супер. То есть учись пользоваться микрофоном. Да, отлично. Да, и заметь еще, знаешь, можно вот когда будешь смотреть просмотры, может быть, на YouTube, когда ты будешь там смотреть работу корреспондента даже, да, посмотри просмотры вот у кого большие. Вот чем они цепляют. Вот те просмотры у кого большие. Можно даже блогеров посмотреть. Известных. Вот собери прямо вот эту всю кашу-малашу, всю эту информацию. Скажи, Лара, вот цепляет тот человек, который говорит то-то, то-то, который выглядит так-то, так-то, который там уверенный в себе и умеет, если что, заткнуть оппонента. Да, пожалуйста. Хорошо? То есть мы с тобой вводим персонаж корреспондента. Ну, я могу же выбрать тех корреспондентов и блогеров, которые мне импонируют, правильно? Мне же не обязательно весь в рот анализировать. Да. 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 Единственное, что посмотри интервью LP и посмотри интервью обязательно Лисяну Тяшевой, когда она работает именно за... Тяшеву мне очень нравится. У Тяшевой воли я очень люблю. Это без вопросов. Именно за кулисами. Угу. Хорошо? Просто потом мы на них как раз сможем интервью выстроить, чтобы оно у нас было интересным и запоминающимся. It's ok? Of course. Отлично. Сейчас как раз мы с тобой уже даже на 10 минут задержались. Мы с тобой молодцы, замечательно. Жду видео, что ты мне скидываешь в скайп. Чего? Я видео скидываю... Куда? А, подожди, чего, визитку в смысле? Нет, нет, нет. Вот это видео, которым мы сегодня с тобой занимались, скидем его мне в скайп. Ладно? Так оно есть. Оно остается же в скайпе. А что из этого видео? Мы же договаривались, что визитку там, ты возьмешь вот эту вот, которая... Она на ютубе. А что еще? Из этого видео? Нет, 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 нет. Все, сейчас я тебе все скидываю. Все, Оль, все нормально. Все. It's ok. Все. Благодарю тебя сегодня за занятия. Сегодня было... Я тоже, благодарю. И это... А, когда доступа ссылки есть, нету, я просто любым образом, я ее, короче, заберу... У меня получится, я с Google Chrome скачиваю без проблем. Если что, я тебе напишу в ВКонтакте. Да, если там просто будет, может быть, закрыт доступ, потому что, ну, она не открыта же видео. А, все. Ну, все, давай. Люблю, целую, хорошего дня. Все, благодарю. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok